Родители люберецких школьников побывали на месте своих детей. Экзамен по истории для взрослых провели в гимназии номер 44. Так округ в очередной раз присоединился к акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями». Так многолюдно и шумно от взрослых в школе бывает только после уроков и теперь, когда родители тоже могут сдать ЕГЭ. У сына Сергея Куликова отношения с историей не сложились, а вот ему, журналисту с 30-летним стажем, любовь к предмету не раз помогала в профессии и жизни. Я любил читать. Читал запойно, всё подряд. В основном это, ну как всегда было в наши годы, это приключения, связанные с историей, с географией. Всю детскую библиотеку нашу прочитал. Ну и любимый предмет. И хотел проверить на самом деле себя, что я там не забыл, что осталось. Просто интересно, как тест пройти. Среди тех, кто решился спустя годы испытать волнение на экзамене, глава округа, депутаты и общественные деятели. Председателю общественной палаты Петру Ульянову 10 лет назад пришлось немало попотеть, чтобы сдать ЕГЭ на твёрдую четвёрку. В этом году мой родной брат заканчивает школу. И он выбрал в том числе сдавать ЕГЭ по истории. Поэтому очень интересно, как этот формат проходит, какие задания изменились. История, я считаю, нужна всем для принятия решений, смотреть, что было до нас и формировать на наше настоящее. Всероссийская акция ЕГЭ для родителей охватила весь столичный регион одновременно. В Люберецком округе экзамен могли сдать все желающие в 44-й гимназии. Для этого здесь специально оборудовали 15 аудиторий. На этом ЕГЭ всё по-настоящему. Задания разработали в сокращённой форме, рассчитанной на полчаса. Всероссийская акция ЕГЭ для родителей началась у нас с начала февраля и продлится буквально до 29-го числа, в рамках которой мы планируем охватить 100% родителей, чьих детей уже в летний период этого года ждёт сдача единого государственного экзамена. Нацелено это прежде всего, чтобы родители поняли, как происходит процедура единого государственного экзамена и, конечно же, передали эту информацию для своих детей, чтобы ребята более спокойно отнеслись к самой процедуре экзамена. Экзамен по истории сдали более 200 родителей, а это даже больше, чем по русскому языку. В следующий раз смельчаки смогут испытать свои силы в математике. ЕГЭ для взрослых пройдёт 28 февраля в Красковской гимназии номер 56. Субтитры создавал DimaTorzok